Итак, мы поняли главные позиции и теперь начнем уже творить мандулу. Но мы ее начнем творить не с рисования в самом круге, хотя так тоже можно делать. И так вы будете делать после того, как вы научитесь, вообще поймете, как происходит процесс. Но сначала, что мы сделаем? Во-первых, я попрошу вас отметить точку в середине. И мысленно сказать, вот сейчас я нахожусь здесь. Вы здесь и находитесь, вы находитесь в центре своей жизни. Значит, здесь и находитесь. И следующий процесс мы начнем думать о нашем желании по конкретным шагалам. Но мы будем рисовать свои ассоциации не в мандале пока, а рядышком, чтобы понять, что потом с этим можем делать. Итак, допустим, у меня желания все те же сапоги. Как я могу обозначить себе свое желание в символе? Я могу придумать, что это будет какой-то сапог. 12 сантиметров. Два сапога желательно. Там где-то он там, допустим. Два сапога. С бантиками. Хорошо. Допустим, я выбираю такой символ. Но кому-то, может быть, это покажется сложным и неинтересным, и кто-то решит сапоги отметить с простыми двумя прямоугольниками. Почему нет? То есть, что сейчас мы делаем? Мы придумываем символ для своей основной цели. И изображаем его где-то рядом на листочке. Только геометрический символ или вообще может быть образный символ? Может быть образный, любой. То есть, вы просто представляете, ну, так, чтобы вам было просто его нарисовать. И быстро. Да? То есть, просто и быстро. Придумывайте образ и сразу же смотрите, какого цвета он может быть. То есть, вы можете выбрать, я, допустим, у меня так горят эти сапоги, мне так хочется. Я решила, что они у меня будут красные. Тогда меня все будут любить. Я буду такой красавицей. И вообще мне будет тепло, потому что красный еще и цвет тепла, да? И все такое. Но опять же хочу сказать, не надо зависать, смотреть в листик и думать, вот, правильно будет таким цветом или правильно будет такая форма. В листик или в образцы предыдущие курсы надо заглядывать тогда, когда вы не знаете, как было бы правильно. То есть, вы не чувствуете ничего. Но если у вас в голове возник ваш образ, то он и будет правильным. И не думайте, почему. Почему ваши сапоги желтые или почему ваш кошелек там фиолетовый, да, мы не все можем объяснить, да? Только в том случае, если вы не знаете, как лучше, тогда вы можете посмотреть, что значит тот или иной цвет или та или иная форма, и посмотреть, насколько он подходит к вашему запросу. Итак, мы обозначили свою цель. Следующий вопрос. Мы начинаем думать над таким вопросом. Что мне надо сделать, чтобы получить то, что я хочу? Да. Просто как бы думаем над этим вопросом и пытаемся уловить символ того, что обозначает наше действие. Ну, например, мне, чтобы купить сапоги, мне нужно найти время. Да. У меня нет времени ходить по магазинам или смотреть в интернете. Просто не хватает времени, чтобы сесть и заняться этим вопросом. И для меня время будет символ, то, что мне необходимо для того, чтобы получить. Это будет круг, ну, поскольку круг для меня это цикличность и, соответственно, время. Но круг очень... Я сейчас подумала, что круг может также значить деньги, потому что круг и значит деньги тоже. То есть и время, и деньги, да? То есть вот у меня второй символ родился, который относится к моему желанию. Или время, или деньги. Что мне необходимо для того, чтобы получить то, что я хочу. И я могу этот символ, например, закрасить желтым цветом. Потому что желтый у меня ассоциируется, у меня лично он ассоциируется с золотыми монетами, да? И я сейчас не зависая на том, что желтый это цвет стабильности, цвет спокойствия и так далее, он у меня в данном случае играет роль именно золотой монетки. Вот у меня два символа получилось. То, что мне нужно. Следующий вопрос. Что мне может помочь еще, чтобы получить то, что я хочу? Что мне может помочь еще, чтобы получить то, что я хочу? И мне первое, что в голову приходит опять ассоциация, да? Ну, я как бы с этим работаю, поэтому мне, наверное, это в голову приходит, да? Но мне переходят такие формы, спиральки. То есть одна из них означает погружение в сущность, да? То есть понимание, то есть рассмотрение этого вопроса, какие вообще могут быть, например, сапоги. И также вторая спиралька развития. То есть, ну, развитие может быть моего понимания или кругозора по этому вопросу и так далее. Но если мы смотрим на этот образ в целом, как единое тело, не отдельная спиралька, а единое тело, то мы видим, что это похоже на веточку, на какой-то рост, да? Вот, посмотрите, у меня уже три символа сложились, да? Вопрос, что еще? Ну, еще, ну, еще я, может, мне пришло в голову какие-то маленькие красные шарики, точечки, которые для меня обозначают, например, идеи, то есть варианты, да? Может быть, не сапоги, а боты, да? Или что-то еще, что еще? И вот таким образом у меня получилось уже, как бы, четыре символа. Вот так вот.